В эфире РБ Кауфан. Увещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Вот главные региональные новости к этому часу. Земля без хозяина. В регионе простаивают более 200 тысяч земель сельхозназначения. Солидный плюс. Доходы республиканской казны за год выросли на 10%. И потенциальные банкроты. Башкортостан на шестом месте в России по числу злостных неплательщиков кредитов. Более 200 тысяч гектаров земель сельхозназначения в Башкортостане не используются. Почти 100 тысяч из них это пашни. Это означает, что все эти участки имеют неэффективных собственников или арендаторов. Целевое использование земель и их возврат в сельскохозяйственный оборот обсудили сегодня на парламентских слушаниях в Госсобрании республики. Региональные власти планируют серьезно подойти к вопросу их эффективного использования путем выявления правообладателей и пересмотра договоров с ними. По замыслу власти, неиспользуемые земли будут отбирать и продавать с аукционов. Кроме того, отмечено, что необходимо наладить земельный контроль на муниципальном уровне. Законодатели, в свою очередь, займутся совершенствованием нормативной базы. Значительная площадь сельскохозяйственных угодий не используется ни в силу финансовых затруднений у их правообладателей, например, на приобретение необходимой почвообрабатывающей сельскохозяйственной техники, посевного и посадочного материала, удобрений и так далее, а в силу чисто спекулятивных интересов. В большинстве случаев псевдоземлепользователи выкупили за бесценных земельные паи преимущественно в пригородных хозяйствах, где земли имеют потенциально большую высокую коммерческую привлекательность. Для их последующей перепродажи... Доходы консолидированного бюджета Башкортостана в 2016 году увеличились почти на 10% до 195 млрд. рублей. Налоговые и неналоговые доходы выросли на 11,5% и перевалили за 160 млрд. Об этом сегодня сообщила министр финансов Рида Субханкулова на заседании коллегии ведомства. Рост же консолидированного бюджета обеспечен за счет следующих источников. Первое – это сверхплановые дивиденды, которые поступили от Башнефти, башкирской содовой компании в общей сумме 11,5 млрд. рублей. Прирост составил почти 5 млрд. рублей. Но несмотря на эти рейтинги регионов России, мы находимся по этому показателю на 25-м месте по темпу роста этих доходов в консолидированный бюджет. Второе – это акцизы. Они составляют 20,5 млрд. рублей. Превысили поступление 2015 года на 4,5 млрд. рублей. Расходы консолидированного бюджета республики приблизились к 85 млрд. рублей, что на 3% больше, чем в 2015 году. Объем госдолга Башкортостана на 1 января текущего года составил 23,5 млрд. Долговая нагрузка снизилась с 22 до 18,5% к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений. Переходим к информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар и евро подорожали. Курс американской валюты по отношению к российской увеличился на 46 копеек. 58,09 европейская подорожала на 24 копейки. До 61 рубля 69 копеек. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка доллара в банке Югра за 57,85 рубля, продажа в БКС банке за 58,24 рубля. Отмечу, что эта кредитная организация может взимать комиссию до 3% за обменную операцию. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в Форбанке за 61,40 рубля, по продаже в БКС банке за 61,69 рубля. Башкортостан входит в десятку регионов с наибольшим количеством кредитных заемщиков. Потенциально подпадающих под требования закона о банкротстве физлиц. Речь идет о людях с суммой долга более полумиллиона рублей и просрочкой платежа более трех месяцев. Согласно исследованию аналитиков Объединенного кредитного бюро, в январе текущего года в категорию потенциальных банкротов попали 656 тысяч жителей страны. Это около полутора процентов от общего числа заемщиков с открытыми банковскими счетами. Самое большое число потенциальных банкротов отмечено в Москве почти 100 тысяч человек. В Московской области более 55 тысяч, в Санкт-Петербурге 35 тысяч. В Башкортостане их почти 19 тысяч. Это шестое место по стране. Замыкает десятку Новосибирская область. Меньше всего потенциальных банкротов 714 человек в Ингушетии. На этом у меня пока все. Далее Московская студия. Новосибирск.